Сегодня моя тема проповеди, что делает грех в нашей жизни. Загадка. Зачем? Ничего страшного. Грех ничего страшного, наверное, не делает. Но мы знаем, что грех делает. Он убивает нас. Но я хочу сказать, что он меняет нас на генетическом уровне. Он меняет нашу сущность. Если бы не было греха, вы бы не болели. Если бы не было греха, вы бы не врали. Если бы не было греха, вам не надо было бы... Ну, не скажу, что дальше. Потому что тема у меня обширная. Грех. Что делает грех? И как с ним бороться? Я хочу побороть грех. Я борюсь с ним каждый день. Я пытаюсь его уничтожить в своей жизни. И никак не выходит. Кто из вас пытается уничтожить грех? Знаешь, некоторые уничтожают других, вместо того, чтобы за собой смотреть. Скажи, следи за собой. И как это в песне говорится. Следи за собой и... И что? И будь осторожен. Следи за собой. Правильные слова, кстати. Иеремия 9-я глава. Кто-то это место уже хорошо знает. 9-я глава. 23-й стих. Так говорит Господь. Да не хвалится мудрой мудростью своей. Да не хвалится сильной силою своей. Да не хвалится богатой богатством своим. Вы знаете, что такое хвала? Вообще, это то, что присуще нам, как естеству Божьему. Нам хочется хвалиться. Это то, чем мы сияем. В переводе с еврейского хвала – это сияние. Это свет. Нам хочется быть в этом свете. И нам хочется светить другим. Нам хочется сиять. И вы знаете, что делает человек, когда он нуждается в том, чтобы его почли? Он ищет именно похвалы. Он ищет хвалы. Вы знаете, некоторые жены знают, когда похвали своего мужа, он сделает тебе все, что угодно. И они долго-долго не хвалят, а потом похвалила, и все. И он сделал. Ты такой у меня молодец, у тебя все выходит. И ты можешь вот эту штучку сделать? И он бьется в истерике. И он никогда не делал эту штучку, и он все время, и все равно он делает, потому что его уже похвалили. Хвала делает что-то с нами. Она меняет наше мировоззрение, она меняет нас. И некоторые говорят, меня надо сначала похвалить, а потом... Ну, некоторые хвалишь, хвалишь, хвалишь и бестолку. Знаете, это как... Сиди, я сам открою. Хвалить человека нужно, но хвала должна быть именно за то, что он делает, а не за то, что нет на самом деле. Тогда это дети еще не обузданы, потому что мы детей таким образом стимулируем. Некоторым надо вырасти. Некоторым надо подрасти. Мне не надо, чтобы меня хвалили за то, что я делаю. Я получаю удовольствие от того, что я делаю. Богу не надо, чтобы его хвалили за то, что он делает, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Его не надо за это хвалить. Но есть нечто, в чем он нуждается. И он нуждается в том, что он делает. Он нуждается в хвале своих детей, в благодарности своих детей. Когда мы в хвале, мы благословены. Когда мы покрыты славой Божьей, мы благословены. Когда мы в свете Божьем, мы благословены. Многие нуждаются в этом свете. Знаете, почему нас тянет всех петь в группе прославления? Некоторые, которые идут в служение, они хотят быть только в группе прославления. Ну, потому что они на сцене, они принимают чуть-чуть той хвалы Божьей, которая им не принадлежит. Но они не понимают, какая ответственность за это. Потому что если ты не воздашь славу Богу, как должно, а принимаешь ее, то за это есть определенная ответственность. Вы знаете, есть определенное наказание за грех. Какой грех самый страшный и самый ужасный, мы уже говорили. Это неверие. Правда? Но есть грех первый. И вы помните, какой первый грех был? Это не гордыня даже. Это когда кто-то начинает брать славу, которая не принадлежит ему. Интересно, да? Он начинает хвастаться. И вы знаете, бахвальство и хвастовство, оно третью часть ангелов свергло с небес. Он говорил, какой он крутой. Он говорил, какой он сияющий. Грех заставляет нас хвастаться. Хотя мы не являемся тем, кем мы являемся. Мы можем сказать, это гордость. Но из гордости вышло это. Люди начинают хвастаться тем, кем они не есть на самом деле. Вы знаете, мне нравится Иосиф. И дальше я не дочитал этот стих, но я прочту сейчас, и вы поймете, о чем я хочу сказать. «Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Есть что-то, что Ему благоугодно на земле. Мы можем быть гениальными мостостроителями, налаживать связи в обществе, быть лучшими менеджерами. Но послушай внимательно. Библия не говорит, чтобы мы хвалились этим. Библия говорит о том, что мы должны хвалиться тем, что разумеем и знаем. Мне нравится Иосиф. Почему? Потому что как он оказался в доме фараона? Я хочу, чтобы вы поняли. Он оказался именно потому, что он знал Бога. Не потому, что он был суперменеджером, которому надо была реклама в Ави за Киев. Какой он крутой. Ему не надо была реклама где-то в другом месте. Он был и стал тем, кем он является. Знаете из-за чего? Потому что Бог так определил. Потому что он хвалился своим Богом. Когда он рассказывал сон своим родителям, он знал его состояние. Он знал, почему этот сон. И для чего этот сон дан? Он хвалился. Послушайте, часто в нашей жизни мы хвалимся не тем, кем мы являемся. И мы говорим о том, кем мы не являемся. Но это не пришло из-за откровения, а пришло из-за того, что мы хотим там быть. Иосиф никогда не мечтал быть там, где он не должен быть. Грех, он тянет нас в то место, где мы не должны быть. Давайте поймем некоторые вещи. Что делает грех с нами? Он заставляет нас всегда оправдываться. Оправдывает ту ситуацию, в которой я нахожусь. Всегда. О, слушайте. Помните Адам и Ева? Я пример приведу просто Адам и Ева. Он говорит, это не я, жена которую, это оправдание. Послушайте внимательно. Это оправдание, но это неправильное оправдание. Оправдание за грех, это когда ты признаешь, что ты виновен. И ты несешь отвертственность за это. Послушай, если человек оправдывается и обвиняет другого человека, значит он не знает Бога. нести ответственность. Грех делает нас неспособными мыслить здраво. Мы начинаем оправдываться. Хотя нету оправдания. Мы осознаем в последующем, может быть, мы осознаем, что мы неправы. Что делает грех еще с нами на уровне душевном, меняя нас? Он обвиняет других. Вы знаете, что грех, он никогда не считает, что я виноват. Кто виноват? А зачем ты поставил это дерево? Зачем оно нужно? Вы знаете, неверующие обвиняют кого? Бога. верующие обвиняют братьев и сестер. Но я вам скажу, если ты во грехе, если ты во грехе, тебе не нужно этого делать. Тебе надо что-то изменить в своем мышлении. И третье, что происходит, он начинает судить. человек грешный всегда судит других. Кто судья? Господь. Помните, что Иисус говорит ученикам и говорит всем, я не сужу никого. Не пришел я судить мир, хотя он имел право. Он не судил, потому что он был без греха. Когда человек не имеет греха, он не судит. Вы помните, Пилат стоит и смотрит на него, смотри, сколько обвинителей против тебя, что ты скажешь в свое оправдание? Он не оправдывается. Он был без греха. Такое ощущение, что мы жаримся на сковородке и мы должны там находиться, когда мы во грехе. И это подпрыгивает, это заставляет нас выползти оттуда из того состояния. Вы знаете, грех, он всегда чреват теми вещами, которые нас ведут не к славе Божьей, а к славе человеческой. И люди достигают даже успеха. И он говорит, ты же видишь, я крут, почти меня перед людьми и у меня все будет прекрасно. Я крут, потому что мне хочется быть крутым. Грех всегда ищет оправдание своим действиям, своим делам, своим поступкам. Но мы должны противостать ему. Библия говорит, противостань дьяволу, и он убежит. Противостань греху, потому что мы не созданы, мы созданы для праведности в Боге. И я вам хочу сказать, если вы осуждаете, если вы судите, если вы пытаетесь оправдаться, послушайте, значит, что-то не так. Если вы начинаете хвастаться, в чем вы не должны хвастаться, значит, что-то не так. Вы помните, что дальше написано, он говорит, ибо только это мне угодно, что разумеет и знает меня. Теперь Иосиф. Возвращаемся к Иосифу. Что Иосиф умел разгадывать сны? Правда? Лучше всего. Он разгадал свой сон и рассказал родителям, хвалился этим и был благословен. Даже если его в тюрьму посадили, даже если его посадили в яму, он был благословен. Вы понимаете, что когда ты страдаешь за Слово Божье, ты все равно благословен. Потому что есть тот, который вытянет тебя, потому что тот, который прославит тебя в свое время. Вы помните, когда Моисей спускается с горы, он общался с Богом лицом к лицу, лицо его сияло, слава Божья была. И знаете, что у него в руке было? Слово Божье. Скрижали. Там потом они доросли, дописались, много чего написалось. Но скрижали десять заповедей. Он уже писал сам второй раз. И вы знаете, самое интересное, то, что Бог дал тебе эту возможность быть в Его славе и мне дал славу Божью, чтобы мы пребывали в Его Слове. Когда ты имеешь откровение Божье и хвалишься им, ты сияешь. Тебе не надо ничего больше. Знаете, кем был Моисей? Он хорошим был полководцем. Он хорошим был менеджером, но он не хвалился этим. Знаете, кем он хвалился? Он пришел хвастаться своим Богом. По откровению Божьему. Сегодня мы имеем свое откровение. Мы имеем то, в чем мы должны стоять и то, что должно изменить наше мышление. Когда Иисус пришел на эту землю, Он изменил нас, чтобы мы начали хвалиться Господом. На всяком месте, куда бы ни пошли, хвалящиеся хвались Господом, что разумеет и знает меня. Потому что некоторые читают Библию, они не разумеют этого. читают, но не понимают. Но Библия говорит, кто обращался к Нему, у лица тех просвещались, они изменялись, изменения приходят на том уровне, что мы начинаем светиться, слава приходит. Слава приходит не от того, что я начинаю хвастаться, кем я могу быть, а слава приходит от того, что Бог сказал в мою жизнь, и что я имею. Давайте прочтем другое место. Вы знаете, что такое судит? Бывает суд, все это переводит на другого, и мы начинаем судить других. Я видел людей, которые судят других людей, хотя делают определенные вещи очень неправильно, и в римлянах написано, кто ты судящий чужого раба. Вы знаете, в Ефесянах очень интересно написано, и она описывает ту ситуацию. Давайте откроем сначала Ефесянам 6-я глава. с которой мы сталкиваемся. Ефесянам 6-я глава. Итак, 10-й стих. Наконец, братья, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Я раньше не понимал этого стиха. Бог создал нас для славы. Мы должны укрепляться. Моисей был на горе, чтобы укрепиться Господом. Откровение, которое мы получаем, укрепляемся Господом. Поэтому я задаю некоторым ребятам, некоторым друзьям, некоторым знакомым, которые приходят в церковь, какое у тебя откровение? Если человек не имеет откровения долгое время, я понимаю, что он где-то находится. хвалится. О, он может хвалиться другим. Он может хвалиться собой. Я понимаю, что это не чистый дух. Хвалящийся, хвались Господом. Есть люди, которые хвалятся собой, но мы не для этого призваны. Хвалящийся должен хвалиться Господом. Что делает грех с нами? Он начинает изменять нас. И мы начинаем уже не хвалить Господа, а меняемся. Мы начинаем хвалить себя. И помните, что происходит с Саулом, который схватился за Самуила, и он говорит, только благослови меня перед народом. Он не послушался, он не прославил Бога в этом. Другими словами, он хотел Сам прославиться, он взял то, что не должно, и он согрешил перед Богом. Грех сделал то, что он брал славу на себя, он брал не то, что принадлежит ему. Грех начинает обвинять, судить, и грех разделяет еще. Скажи, разделяет. Разделяет нас. Разделяет братьев, сестер, разделяет церковь, разделяет служение, разделяет. Иисус пришел все соединить. И все соединится в конечном итоге под Иисусом Христом. Если грех приходит в нашу жизнь, первое, что мне не хочется ходить в церковь, грехом. знаете, как некоторые говорят, это такое одухотворенное, такое, надо иметь личное взаимоотношение с Богом. Я не против личных взаимоотношений с Богом. Но, как правило, у них здесь грех. Они занимаются грехом в своем разуме. Они не имеют личных взаимоотношений с Богом. Это Каин, который стоит и говорит перед Богом, и он общается, но Бог говорит, грех у дверей, но ты господствуй над ним. Другими словами, он говорит, у тебя уже есть грех. Это личное взаимоотношение. Он мог господствовать? Нет. Он зачерствел в этом, и он говорил о том, что я не буду этого делать, что я сторож брату своему. Он разделяет нас. Он разделяет наше мнение. Вы знаете, грех ужасен не в том, что мы страдаем и умираем от него и болеем. Он меняет нашу личность. Тот, кто во Христе, тот новое творение. Поэтому я говорю, послушайте, если кто-то согрешит, если кто-то поступит не так, Библия говорит, Иоанн, он учит, слушайте, бегите оттуда. Если кто-то согрешит, лучше покаяться, лучше сказать, Господи, прости, освободи, очисти меня, потому что я не хочу, чтобы я изменился. И ты уже не вылезешь оттуда. Сильные не могут вылезти оттуда. Могучие не могут вылезти оттуда. вы знаете, грех разделяет нас Богом. Теперь давайте поговорим о том, что и как победить грех. Первое. Запиши себе, должна быть хвала. Должна быть хвала Богу. Это сложно. Сложно изменить свое мышление, но это принятие решений, я буду ходить в церковь, я буду воздавать Ему славу, я буду воздавать Ему хвалу. Хвала это то, что тебя заставляет делать определенные вещи. По утрам вставать, молиться Богу. Хвала, она делает определенные вещи. Чего ты встаешь утром? Я славлю Бога. Хвала. Хвала меняет твое внутреннее состояние. Вы знаете, Иосиф, он хвалил Бога своими откровениями. Он имел откровения, и он хвалил Бога. Моисей, он хвалил Бога. Иисус пришел прославить, и он говорит, я пришел прославить имя Отца. Я пришел прославить Отца. И смотрите, интересно, хвала. Он меняет нас в хвале. Второе. Давайте откроем Римлянам 8 глава. Римлянам 8 глава. 13 стих. Если живете по плоти, то умрете. Если духом умершляете, дела плотские, то живы будете. Тут написано духом с маленькой буквы. У вас тоже? Оно написано духом. То есть говорится о каком-то духе, который мы имеем, приняли. Другими словами, это подчинение его воле. Второе, запиши, это молитва. Люди, которые молятся и ходят на молитву или всякою молитвой молятся, потому что мы должны молиться всякой молитвой, они побеждают грех. Молитва она дает тебе способность менять мышление. Оно изменяет твою внутренность. Потому что когда ты молишься, Бог говорит с тобой и Он общается с тобой, потому что молитва это не просто что ты произносишь и что ты говоришь, это то, что Он говорит в твою жизнь, и тебе надо это делать. Хочешь ты этого, не хочешь, молитва, оно изменяет твое мышление. Откройте Галатам 2-я Галатам 16-й стих. 2-я глава, да. Спасибо. Однако же узнавшись, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдавшись верою в Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. И смотри, и третье, это изучение Слова Божьего. Я хочу, чтобы вы поняли, изучение Слова Божьего, оно заставляет тебя задуматься и поверить. Вера приходит от слышания, а слышание Слова Божьего. Вы знаете, я рассказывал и говорю, что я не подчеркиваю в Библии уже, я когда-то подчеркивал, первое время. И знаете, почему я подчеркивал? Потому что мне хотелось все подчеркнуть там, что мне открывается. Но потом я понял такую идею. Когда я подчеркиваю в Библии и читаю ее второй раз, я вспоминаю, это уже мне открылось, это я уже знаю, это я уже прочел, в этом я уже был, это я уже читал. Вы знаете, я не хочу тупо исповедовать это, потому что это слово, оно должно проникнуть в меня, оно должно исполнить в меня силы. И из-за этого я не подчеркиваю в Библии, я могу выписывать что-то оттуда, могу выписывать целый талмуд рядышком, потом где-то его потерять на балконе, у меня там кулек такой был, Наташа выбросила, нечего читать лишнего, потому что когда ты читаешь то старое, ты думаешь, я уже в новом, и твое мышление, и мое мышление меняется, потому что грех, который может в тебе, в тебя войти и входит, он не может сосуществовать со Словом Божьим, если бы они хранили Слово Божье, то они бы не грешили, Слово Божье, оно меняет нас, оно освобождает нас от того, что было внутри нас, поэтому надо читать Слово, и четвертое, очень важное, потому что это важнее всего, Бог дал на это нам очень много времени, чтобы мы делали это, исполнение Духом Святым, потому что некоторые это все делают, но не исполняются Духом Святым, и вы знаете, потому что Дух Святой это тот, который творит по-настоящему внутри тебя новое местилище, в котором будет обитать Он, исполнение Духом Святым. Задам вопрос, кто из вас неудовлетворен, когда вы читаете, молитесь, прославляете Бога, но вы неудовлетворены внутренне, когда на вас нисходит сила Божия, и у вас бывает такое неудовлетворение, вы начинаете искать этого, искать этого, жаждать этого, кто из вас понимает о чем я говорю, поднимите руку, потому что это самое важное, исполнение Духом Святым, оно как бы все цементирует внутри нас, и делает все способным измениться по-настоящему, оно делает его на века, на тысячелетия, потому что то, что сказал Дух Святой, то, что сделал Дух Святой внутри тебя, оно неизменно, помните, как Бог сказал, и Дух Божий носился над водой, и ничего не происходило какое-то время, потому что, вы знаете, часто в нашей жизни мы исполнились Духа Святого, и мы выходим в том же и мы говорим, ну как это так, ничего не поменялось, я прихожу и ложусь в ту же кровать, я сажусь в ту же машину, ничего не изменилось, где же Божие обетования твои? На это надо время, продолжай исполняться Духом Святым, потому что со временем ты поймешь, насколько Бог изменяет нас, потому что, когда я исполняюсь Духом Святым, сила Божья начинает все это отображать во мне, то, что я говорю в хвале, то, что я читаю через Слово и молюсь, Бог начинает отображать в нас, вы видели людей, которые молятся, они заходят в какую-то нирвану, но ничего не происходит, они только меняются что-то внешне, они здесь отращивают какой-то кусочек, и так далее, они меняются, но ничего не происходит вокруг них, о, можно сказать, что, не, там же что-то происходит, послушайте внимательно, то, что делает Бог, Он делает сверхъестественно, Сильной рукой. И Он хочет сильной рукой вводить нас. Он хочет, чтобы твоя болезнь, она не возобладала над тобой. Чтобы твой грех был уничтожен. Некоторые думают, что такое? Почему у меня так? Почему вот так вот происходит? Почему происходит внутри меня что-то неправильное? Послушай, грех, Он одолевает нас. В Ефесянах написано, что наша брань не против... Давайте откроем. Наша брань не против, 12 стих, крови и плоти, но против начальства. Против властей, против мероправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. Слушай внимательно. С грехом приходят все они. Тебе не надо себя усмирять во плоти. Потому что некоторые, знаете, пойду-ка я в зал, пойду зарабатывать день. Алкоголики становятся трудоголиками. Освободившись от одного, ты не освобожаешься от греха. Грех, который Бог хочет удалить от тебя и сделать тебя неспособным мыслить, как грешник. Ты уже не бывший. Ты новое творение во Христе Иисусе. Смотри внимательно. Я прочту это. Облекитесь во всеоружие Божье. Каждый раз это происходит. Но послушайте, это то, что я делаю каждый день. Я сражаюсь против греха. Я сражаюсь против дьявола, который подсовывает что-то мне, который пытается подсовывать мне. И послушайте, но я не сражаюсь своим сражением. Потому что, если бы я это делал сам, я бы проиграл. У меня всеоружие, скажи, всеоружие Божье. Мы имеем это всеоружие, чтобы противостать всякому греху и греху, который меняет нас изнутри. Потому что люди некоторые начинают оправдываться, говорят, так же делают все. Меня не интересуют все. Пускай все умрут. Пускай все идут в ад. Я пойду к Богу. Мы должны мечтать об определенных вещах, которые говорит Библия. Но откуда ты это узнаешь, если ты ее не читаешь? Откуда ты знаешь, что Бог благ, если ты не просил у Него, чтобы Он дал тебе хотя бы хлебушка? Откуда ты узнаешь, что Бог может тебя наполнить Духом Святым? Если ты никогда не славил Его, начни славить Его. В твоей жизни что-то изменится. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Послушай внимательно. Есть гордость, которая не дает тебе. Ты принимаешь хвалу от людей. Ты готов, чтобы тебя хвалили за то, что ты сделал, хотя ты не достойна этого, потому что не ты в этом участвовал, не ты был этого зачинщик. А вы знаете, мы из-за своих амбиций делаем многие вещи, но Бог говорит, есть то, что угодно мне. Одна вещь, которая угодна мне больше всего, чтобы ты хвалил со мной, что разумеешь и знаешь меня. И это мой путь, это мое откровение. Когда я хочу знать Бога, я хочу познать Его волю по отношению к себе. Я не хочу, что ты рассказываешь мне, что вы расскажете мне. Я хочу узнать, что ты расскажешь мне. Поэтому Моисей пошел на гору. Он хотел узнать, что Бог рассказывает о нем, что говорит о нем. Вы знаете, что Моисей не самый святой человек был из всего Израиля, но Бог избрал его. Мышление меняется. Люди меняются в присутствии Божьем. Иосиф самый святой. Послушай внимательно, посмотри на себя и скажи, я тоже не самый святой, но мы меняемся в присутствии Божьем. Бог не святошь избирает, Бог не выбирает святошь. На святое дело. Он делает из них таких. Но для этого нужно что-то сделать. Приложи усилия. Царство Божье силою берется. И употребляющий усилие восхищает его. О, давайте. Римлянам, восьмая глава, говорит так. Восьмая глава. Давайте откроем. Я хочу вам прочитать это. Очень хочу. Много сегодня из римлян, да? Я не закладывал, потому что не успел. Итак, я получил это откровение сегодня утром. Когда я получил это откровение, послушайте, у меня внутренность перевернулась. Я заткнул уши и ехал с прославлением, чтобы никто мне не рассказывал другого. Смотрите внимательно. Итак, нет ныне никакого осуждения. Я хочу, чтобы нам не было осуждения, которое во Христе Иисусе. Смотри внимательно. Я хочу, чтобы ты услышал, чтобы каждый из вас услышал. Нет ныне никакого осуждения, которое находится где? во Христе Иисусе. Но они не просто находятся. Они там живут. Они обитают там. Но живут как? Послушай внимательно. Что значит не по плоти? Не делая греха. О, как определить, что я не делаю греха? Послушай внимательно. Ты, ходя по этой земле, ты будешь согрешать. Каждый из вас много согрешает. Немногие делаете с учителями, потому что все мы много согрешаем в слове. Вы знаете, когда кого-то хотят осудить, то хотят осудить пастыря, проповедника, того, который говорит. Судят. Почему? И так, нет ныне никакого осуждения, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха. можно дальше и смерти не писать. Мы не умрем во Христе Иисусе. потому что страх смерти и страх того, что я не наживусь на этой земле. Вы знаете, некоторые из вас пожилые уже, многие из вас имеют за 50, а некоторые за 40, и вы уже думаете, что все, конец, я не нажился, я не съездил туда, я не поехал туда, мне все равно, где я был и где я не был. Потому что закон духа жизни во Христе освободил меня. Я не умру. Я буду жить. И вы знаете, я с этой целью и с этими мотивами некоторые надышаться хотят, знаете, свободы, а это как бывшие заключенные. Освободившись, они думают сейчас и сразу стоят в тюрьму. Вы знаете, да? Они думают, что свобода пришла и тут потому что у них свободы нету, у них грех внутри. Он царствует в них, потому что тюрьма это их дом, но мы же свободны и нам целую вечность жить. послушай, не напрасно ли мы все делаем? Не напрасно. Освободил меня от закона греха и смерти. Мы имеем этот дух веры. Живут не по плоти, но по духу. Тут написано по духу с маленькой буквы. По духу веры. Первый стих. Римлянам восьмая глава первый стих. По духу веры. Но как веровать, если ты не слышал? Римлянам он читает и пишет, когда ты даже и не наполнился им, когда ты слышал, но не вопросил у него и не спрашивал о нем. Поэтому я побуждаю тебя, послушай внимательно, ходи на ночные молитвы. Молись, когда идет прославление, славь Бога, не останавливайся. Включай у себя прославление, начинай утро с хвалы, начинай с чтения Библии, твое мышление изменится. Со временем послушай, новое творение возобладает над тем старым и ветхим. Моисей не заметил, как он начал светиться. Люди увидели его и сказали, закрой лицо свое, потому что мы не можем смотреть на тебя. Он настолько светился, хвала была в нем, слава была в нем, сила была в нем. Вы понимаете, как приобрести силу над грехом? общение, молитва, прославление, 40 дней без пищи, без воды. Не, не делайте этого. Только в облако, когда зайдете, тогда можно. Потому что некоторые 40 дней постятся не по вере и делают неправильные вещи. Давайте откроем Луки 11 глава. Луки 11 глава. 14 стиха даже. Однажды знал он беса, который был нем. Когда бес вышел, нем стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили, он изгоняет бесов силой Вильзевула, князя Бесовского. А другие, скушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышление, их сказал, всякое царство, разделившее само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если сатана разделился в себе, то как устоит царство его? Вы говорите, что я силой Вильзевула изгоняю бесов. Если я силой Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, с чьей силой изгоняют их, потому что они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас царство Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имения. Когда сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие, на которое надеется, и разделит похищенное у него. Кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот растачает. Иисус, говоря об этом, Он сказал, что царство не должно разделяться. Дьявол не разделяется. они выходят стройно, они не могут изменить себя, сущность свою. Вы знаете, в человеке есть нечто, что Бог вложил, мы можем измениться. Я верю в каждого человека, что он может измениться. почему меня тянет к людям, я верю людям, я верю, что каждый может измениться, если ты приложишь усилия. Но Иисус сказал, что кто не со мной, тот никогда не изменится. Поэтому я говорю, что человек, не ходя, не посещая церковь, не будучи с нами, не будучи верующим человеком, как он может измениться. Бог не меняет таковых, Бог меняет человека, когда он имеет общение с ним, когда имеет общность, когда то, что в нем было, вы знаете, почему легко меняются на реабилитационном центре, братья, потому что то общение, которое они имеют, то откровение, которое, те молитвы, они меняют их, но со временем когда они выходят, если они не ищут того же самого, снова приходит дьявол. Он не разделяется, он хочет всегда владеть теми, которыми он владел раньше, теми же мыслями. О, не обязательно быть грешником, пьющим алкоголиком и наркоманом после реабилитации, ты можешь быть и не таковым, но грех, он меняет нас в другую сторону, он делает нас судьями, и вы знаете, я знаю о таковых, которые люди, сначала они шли хорошо, шли правильно, но потом начали судить других, оправдывая себя, почему они не такие, они разделились, они изменились, они начали обвинять, и вы знаете, то, что должно поменять, это молитва, то, что должно поменять, это хвала, то, что должно изменить нас, это исполнение Духом Святым, то, что должно изменить нас, это прославление Бога, тебе нужно это, на это приложить все усилия, положить свою жизнь, и послушайте, я бы мог вам рассказать об Иисусе Христе сегодня, снова, который сделал за вас все, но вы все слышали о нем, который умер на кресте за вас, за ваши грехи, и это неизменно, но послушайте внимательно, Иисус Христос ожидает от нас перемен, Он ожидает от нас изменений, кто не со мной, тот против меня, кто живет во Христе Иисусе, по духу поступает, тот меняется, тот изменяется, и я вам советую всем начать меняться, перестаньте слушать то, что вы слышали, перестаньте верить тому, что вы верили, начните читать Слово Божие, молиться Богу, и хвалить Его, исполняясь Духом Святым, когда ты в этом состоянии, твоя жизнь меняется, послушай, твоя семья меняется, твой дом меняется, кто-то говорит, не хватает учений, послушай внимательно, вам мало учений, приди к Богу, десять заповедей Бог дал, мне нравится наш Бог, его надо просто уразуметь, поэтому, дорогие мои, если ты еще не разумеешь Бога, если ты не разумеешь Бога, тебе нужно Его уразуметь, тебе нужно хвалиться им, потому что Бог сказал, я благословлю тебя, я благословлю тебя, и ты знаешь это, внутренне ты исповедуешь это, но что-то не дает тебе этого благословения, потому что грех, который внутри тебя, сделал зачаток, и Он сделал судьей тебя, а не исполнителем слова, Он сделал тебя неправильным по отношению других, обвинителем, разделителем, вместо того, чтобы созидать, строить, благословлять, к этому мы призваны, вы знаете, я знаю сердце Бога, я знаю Тот, Который пришел с небес, Он говорит то же самое, Он говорит о любви, и вы знаете, мне нравится, мне нравится наша церковь, мне нравятся братья и сестры, вы знаете, мы здесь меняемся, мы строимся, и перестань слушать дьявола, он пришел всегда разделить, он пришел тебя выбить, как кто-то сказал из тапочек, чтобы ты думал так, как Он, мыслил, как Он, мечтал о том, что у Него Бог хочет, чтобы твои мечты в корне изменились, Моисей думал, как выжить всю свою жизнь, живя в пустыне, но когда пообщался с Богом, начал мечтать еще больше, но мечта его закончилась на горе, когда он смотрел на ту землю, и вы знаете, он не перестал даже, когда смотрел мечтать, если ты мечтаешь, то ты делаешь согласно той мечте, которую Бог тебе предназначил, и вы знаете, что не давало и Моисею войти? Грех. О, какой грех у Моисея? Он не исполнил Слово Божье. А из-за чего? Вы не задумывались? Он внутренне остался тем Моисеем, который готов был убить за то, чтобы не мучили его народ или не мучили его нет. Он стукнул потому, что они его раздражали. Есть вещи, которые нас раздражают, яви славу Божию, но если ты в присутствии Божьем, ты всегда сможешь явить славу Божью. Войди в славу Божью. Я учусь. Я себе проповедую. Я себе говорю. Я учусь, потому что меня учусь. И Бог говорит слушай, тебе надо перемен. Не соглашайся с ним. Не соглашайся с дьяволом. Ты не изменяй. Изменюсь. Я новое творение во Христе Иисусе. И все равно сколько мне лет. если тебе говорят, что ты как твой папочка или ты такая же как твоя мамочка, то скажи заткнись во имя Иисуса Христа. Не ни мужу, ни жене, а дьяволу. Наша брань не против крови и плоти. Я изменюсь и меняйся. И иди на гору, молись, исполняйся Духом Святым. Потому что бывает, мы видим вот эти моменты в нашей жизни, в которых надо меняться. Аминь. Бог вас любит. Давайте встанем. Необычное сегодня слово, да? Но оно важно. Бог живет среди словословий народа своего. Хвала это то, что мы делаем. Правда, то, что мы делаем, то, что мы творим. И ему должна вся хвала отдаться. Вы знаете, я благодарен Богу за каждого брата, за каждую сестру, кто трудится в Боге. Я благодарен вам. Но я стараюсь не хвалить братьев и сестер. Я стараюсь, ну, может быть, по другой причине, но я хочу, чтобы они научили хвалиться Богом, Которого знают и разумеют. Чтобы они имели откровение Божье внутри себя. Потому что, если их похвалишь за физическое, за то, что они сделали, за правильные вещи, которые они сделали, со временем они возгордятся и могут это делать и всех осуждать за то, что никто не делает. А когда ты имеешь откровение Божье, то ты никогда не осудишь другого человека. О, вы знаете, кто вас подводит, вы просто не даете им заданий. Но если вы делаете, то вы не ожидаете похвалу, вы просто знаете, что это Бог. А хвалитесь вы, слушай, я могу рассказать сон, я могу рассказать откровение, я могу поделиться словом, я хвастун, я хвалюсь Богом. И я хочу, чтобы мы хвалились откровением Божьим, которое мы имеем. Хвались тем, что ты имеешь и принял от Него. А все остальное вокруг тебя будет делать Бог. Аминь? Скажи, а все остальное будет делать Бог. О служителях я хотел очень коротко сказать, ты можешь играть, Наташа. Вы знаете, я хочу, чтобы вы услышали, служитель это тот, который посвятил себя на служение, который имеет служение, не который водится кем-то особо, а который имеет служение. который не имеет своего откровения, а имеет откровение Божье. Дьявол имеет свое откровение всегда. Но то, что разделяет нас, это не Божье. Все, что разделяет, это не Божье. Если у тебя нету откровения, лучше не говори, лучше ищи его, вопроси у Бога. Но если разделяет нас, это дьявол. И я к служителям говорю, есть люди, которые разделяются. Дьявол пришел украсть, убить и погубить. Не разделяйтесь. Не разделяйтесь внутренне. Не разделяйте себя. Не отделяйте себя от тех людей, которые вокруг вас. Будьте в единстве. Лучше скажи, слушай, мне тяжело, мне сложно, я хочу пройти эту ситуацию. И она написана, что если мы не согрешаем, то мы лжем. И правды Божьей нет нас. А если исповедуем свой грех, то что? То он, будучи верен и правилен, простит нас. И очистит нас от всякого греха. Он очищает нас, а нам просто надо пребывать, продолжать пребывать в том, что мы приняли от него. Продолжать. Если ты не продолжаешь пребывать в этом, снова приходит этот грех, снова он начинает воевать в тебе, и снова ты в проигрыше, и снова дьявол, он... Я не говорю... Вы знаете, у каждого свой грех. у каждого свои тараканы, скелеты в шкафах. Послушай, но грех меняет твою сущность. Кто-то сплетничает, кто-то бурчит, кто-то недовольный, кто-то злится, кто-то жестокий. И вам надо освобождение, вам надо просто освобождение. И вы знаете, Иисус это тот, который освобождает по-настоящему. Это ко всем относится. От мала до велика. Бог освобождает от греха. Я не видел Иисуса, который осуждал на кресте кого-то. Он не разделился там. В нем не было греха. лицо его было лицо как ангела. И все смотрели на него поистине это Сын Божий. Он был обезображен паче всякого человека, но Бог сделал его святым. Потому что он был без греха. Вы знаете, я могу находиться в разной ситуации, но если я осознаю, что я свободен, я свободен, ничто не мешает мне прорваться из той тьмы. И Бог его воскресил из мертвых. Сегодня ты должен поверить в него снова, заново, чтобы освободиться от того, что есть в тебе. Потому что грех, он побеждает, он воюет, он воюет с тобой. И я вам хочу сказать, что это территория дьявола, которую он имеет в тебе. Просто покайся, просто скажи, я не хочу это. Вы знаете, в чем вам надо покаяние. Кто-то злится, кто-то злится на своих соседей, кто-то сплетничает, кто-то говорит неправду. И вы знаете, эта территория это то, что вас возбуждает, вам нравится это. И вы знаете, вы черпаете даже оттуда силу какое-то время. Но оно убивает вас. Дерево познания добра и зла, знаете, оно не дало ничего, кроме смерти. Хотя вожделенно и приятно, и хочется, и дает знания. Сегодня некоторым надо покаять. Свобода. Если ты желаешь, подними свою руку. Я буду молиться вместе с тобой. Если желаешь. Аллилуйя, слава Богу. Нас сильно много, да? Выходите все равно. Выходите все равно. Я должен вызывать вперед. Человек, когда он кается, он приходит. И господь господь Иисус, слава тебе. Аллилуйя. Просто скажите вместе со мной, Господь Иисус, я обещаю тебе, я буду исполнять твою волю. Я прошу тебя, прости меня за всякий мой грех. И очисти меня снова. Измени меня и благослови меня. Я верю, что ты умер на кресте за все мои грехи. Иисус, я благодарю тебя за воскресение и вечную жизнь, в которой я уверовал, которыми я спасаюсь. И я прошу тебя, помоги мне, чтобы эти перемены, они пришли в мою жизнь, удалив всякий грех, удалив всякое зло. И дай мне, Господь, исполнить твою волю, а я благодарю тебя, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Если вы молились от сердца, вам надо что-то будет делать, хвалить Бога, молиться. Да? Что? Читать Слово Божье. Пребывать. Скажи, пребывай в этом. Пребывай в той свободе, которую Бог даровал тебе. И это независимо от того, сколько ты лет верующий, и как давно ты пришел к Богу. Пребывай! Если ты пребудешь в Его Слове, то ты будешь сделателем, ты будешь служителем. Ты не сможешь не служить. Понимаешь меня? Пребывай! Бог освобождает от греха. Я вас поздравляю!